РАДИО ЗВЕЗДА Николай Александрович Лейкин Глава из книги «Где апельсины зреют» Читает Станислав Федосов Фрагмент двадцатый Глава тридцать седьмая «Колизеум» указал, наконец, извозчик и продолжал бормотать по-итальянски, рассказывая, что такое «Колизеум». Перед путниками выселись две величественные кирпичные стены, оставшиеся от гигантского здания. «Это то хваленый вами «Колизеум», — протянул Конурин. «Так что ж в нем хорошего? Я думал, а не весь что». «Позвольте, Иван Кондратьевич, ведь это же развалины, остатки старины», — сказала Глафера Семеновна. «Так что ж за ухота смотреть только на дни развалины?» «Едем, едем, вот уж сколько едем, и только дни развалины». «Надо бы что-нибудь и другое». «Однако нельзя же быть в Риме и не посмотреть развалин. Ведь сами же вы согласились посмотреть». «Название-то уж очень фигуристое — «Колизеум». «Я думал, что-нибудь вроде нашего петербургского аквариума, этот самый «Колизеум», а тут развалившиеся стены и ничего больше». «Ах, боже мой, погодите же, ведь еще не подъехали? Может быть, что-нибудь интереснее будет?» Позевывал и Николай Иванович, соскучившись смотреть на развалины. «Ежели в Риме ничего нет лучшего, кроме этих самых развалин, то, я думаю, нам в Риме и одни сутки пробыть довольно», — проговорил он. «Да, конечно же, довольно», — подхватил Конурин. «Вот отсюда сейчас поехать посмотреть Папу Римскую, переночевать, да завтра и в другое какое-нибудь место выехать». «Ах, боже мой, да неужели вы думаете, что как только вы приедете Папу смотреть, так сейчас он вам и покажется», — воскликнула Глафира Семеновна. «Ведь на все это свои часы тут, я думаю, назначены». «И, матушка, можно так сделать, что и не в часы он покажется. На все это есть особенная отворялка». «Вынуть эту отворялку, показать кому следует, сейчас и Папу нам покажут». Конурин подмигнул и хлопнул себя по карману. «Само собой», — поддакнул Николай Иванович. «Не пожалеть только пару золотых». «Ах, как вы странно, господа, о Папе думаете», — перебила Глафира Семеновна. «Ведь Папа-то кто здесь? Папа здесь самый главный, самое первое лицо. Его, может быть, не одна сотня людей охраняет. Тут кардиналы около него, тут и служки. Да мало ли сколько разных придворных, ведь он как царь живет». «Так что тут, ваша пара золотых?» «А ты видала, как он живет?» «Видала!» — пристал к жене Николай Иванович. «Не видала, а читала и слышала». «Но так нечего и рассказывать с чужих слов. Прислужающим его дать на макароны и на выпивку. Вот они его и покажут как-нибудь. Ведь нам что надо? Только взглянуть на него, да и довольно. Не узоры на нем разглядывать». Разговаривая таким манером, они подъехали к воротам Колизея. К ним тотчас же подскочили два итальянца в помятых шляпах с широкими полями, один пожилой, с бородой с проседью, в черном плисовом порыжелом жакете, другой молодой, необычайно загорелый, с черными, как смоль, усами и в длинном клетчатом пальто. Приподняв шляпы для поклона, они на перерыв толпились высаживать из коляски Ивановых и Конурина. Пожилой, с ловкостью галантного кавалера, предложил было Глафире Семеновне руку, свернутую калачиком, но молодой тотчас же оттолкнул его и предложил ей свою руку. Глафира Семеновна не принимала руки и, стоя на подножке коляски, отмахивалась от них. «Не надо мне, ничего не надо, иль не фо па, ле сэ муа!» — говорила она. «Николай Иванович, да что они пристали!» «Брысь!» — крикнул на них Николай Иванович, вышел из коляски и протянул руку жене. Глафира Семеновна вела мужа в ворота Колизея. Конурин плелся сзади, итальянцы не отставали от них и, забегая вперед, указывали на стены ворот с остатками живописи и бормотали что-то на ломаном французском языке. «Чего им надо от нас, я не понимаю», — говорил Николай Иванович. «Глаш!» «Что они бормочут?» «Предлагают показать нам колизеум. Видишь, рассказывают и указывают. Проводники это!» «Не надо нам! Ничего не надо! Алле!» — махнул им рукой Николай Иванович, но итальянцы не отходили и шли дальше. Вот обширная арена цирка, вот места для зрителей, вытесанные из камня, вот хорошо сохранившаяся императорская ложа с остатками каменных украшений, полуразвалившиеся мраморные лестницы, коридоры. Иванова и Конурин бродили по Колизею, но куда бы они не заглядывали, итальянцы уже были впереди их и наперерыв бормотали безумолку. «Что тут делать? Как их отогнать?» — пожимал плечами Николай Иванович. «Да не надо и отгонять. Пусть их идут и бормочут. Они бормочут, а мы не слушаем», — отвечала Глафира Семеновна, но все-таки незаметно поддавалась проводникам и шла, куда они их вели. Вот в конце одного коридора железная решетка и лестница вниз, в подземелье. Пожилой проводник тотчас же остановился у решетки, достал из кармана стеариновую свечку и спички и начал манить Ивановых и Конуринов в подземелье. — Зовет туда, вниз, — сказала мужу Глафира Семеновна. — Должно быть там что-нибудь интересное. Может быть, это те самые темницы, где несчастные сидели, которых отдавали на растерзание зверям. Я читала про них. Спуститься разве? — Да ты никак, Глаш, с ума сошла. Нацепил на себя бриллиантов на несколько тысяч и хочешь идти в какую-то трущобу, куда тебя манит неизвестный, подозрительный человек. А вдруг он заведет нас в такое место, где выскочут на нас несколько человек, а грабят да и запрут там в подземелье. — Алле, месье, алле, брысь! Не надо! — крикнул Николай Иванович пожилому итальянцу и быстро потащил жену обратно от входа в подземелье. Глафира Семеновна несколько опешила. — Вот только разве что бриллиант это, а то как же не посмотреть подземелье? Может быть, в подземелье-то самое любопытное и есть? — сказала она. — Ничего тут, барынька, интересного. Развалившийся кирпич, обломки каменьев и ничего больше, — заговорил Конурин, зевая. — Развалившийся то кирпич у нас в Питере видеть можно. Поезжайте, как будете дома, посмотреть, как большой театр ломают для консерватории. То же самое увидите. Забежавший между тем вперед пожилой проводник-итальянец звал уже их куда-то по лестнице, идущий вверх. Но они не обращали на него внимания. Глафире Семеновне подскочил усатый проводник-итальянец и совал ей в руки два осколка белого мрамора. — Сувенир ду Колизеум, пронэ, пронэ, мадам, пронэ, — говорил он. — На память от Колизеума дает камушки. Взять, что ли? — спросила Глафира Семеновна мужа. — Ну, возьми. Похвастаемся перед кем-нибудь в Петербурге, что вот прямо из Рима, из Колизеума, от царской ложи отломили. — Конурин, хочешь камень на память в Питер свести из Колизеума? — Поди ты, рюмку рома римского с порцией их итальянских макарон, так вот бы я теперь с удовольствием на память в себя вонзил, а то камень. — Что мне в камне? — отвечал Конурин и прибавил. Развалины разные для приезжающих держат, а нет, чтобы в этих развалинах какой-нибудь ресторанчик устроить. Нация тоже... Эх! Нет, будь тут французы или немцы, наверное, бы уж продавали здесь и выпивку, и закуску. — Едем, Конурин, в ресторан. Едем завтракать. И я проголодался, как собака, — сказал Николай Иванович. Они направлялись к выходу из Колизеума. Проводники, заискивающе улыбаясь, снимали шляпы и кланились, слышалось слово «макарони». — Что? На макароны просите? — сказал Николай Иванович, посмеиваясь. — Ах, вы не отвязчивые черти! Но вот вам франк на макарони. Поделитесь пополам. Кампрене? Пополам! — показывал он итальянцам жестами. Итальянец в усах пожимал плечами и просил еще денег, стараясь пояснить, что он должен получить, кроме того, за камни, которые он вручил Глафире Семеновне. Та вынула из кармана кошелек и дала усатому итальянцу еще франк. — Мерси, мадам! — любезно кивнул он и сунул ей в руку еще осколочек мрамора на прибавку, вынув его из кармана пиджака. Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Глава тридцать восьмая. Опять сели в коляску. — Тратория! Манжата! — крикнула Глафира Семеновна извозчику, стараясь пояснить ему, что они хотят есть и что их нужно везти в ресторан. — Макарони и рома! — прибавил Конурин, потирая руки. — Ужаска! Хочется выпить и закусить! — Си, сеньор! Си, сеньора! — отвечал извозчик, стягнул лошадь и трусцой повез их хоть и другой дорогой, но тоже мимо развалин, продолжая называть остатки зданий и сооружений, мимо которых они ехали. — Форум Юлиум! Форум Транзиториум! Форум Троянум! — раздавался его голос. — Заладил со своими форумами! — пожал плечами Николай Иванович. — Довольно! Довольно с твоими форумами! — Хорошенького понемножку! Надоел! — Асэ! — крикнул он извозчику. — Тебе сказано! Траториум Манжата! Вино Неро! Салами на закуску! Вот что нам надо! Понял? — Компрената! — Си, сеньор! — улыбнулся извозчик, обратившись к седокам в полоборота, и погнал лошадь. — Однако как мы хорошо по-итальянски-то насобачились! Ведь вот извозчик все понимает! — похвастался Николай Иванович. — Да, нетрудный язык, совсем легкий, — отвечала Глафира Семеновна. — По книжке я много слов выучила. Вот и ресторан, ничем не отличающийся от французских ресторанов. Вошли и сели. — Камерьере! — обратилась Глафира Семеновна к подошедшему слуге. — Деженату! Тре Пуртруа! — показала она на себя мужа Иконурина. — Министра! Ароста Дивителю! Вино Неро! — заказывала она завтрак. — «Je parle francais, madame! — перебил ее слуга. — Батюшки! — говорит по-французски. — Ну вот и отлично! — обрадовалась Глафира Семеновна. — Ромцу! Ромцу ему закажите настоящего римского! — И макарон! — говорил ей Конурин. Подали завтрак. Подали красное вино, макароны сухие и вареные с помидорным соусом. Подали ром. Но на бутылке оказалась надпись «Джамайка». Это не уклонилось от мужчин. — Смотрите, ром-то ямайский подали, а не римский! — указал Николай Иванович на этикет. — Да кто тебе сказал, что ром бывает римский? — отвечала Глафира Семеновна. — Ром всегда ямайский. — Ты ж говорила! Сама сказала, что по-французски оттого и Рим ромом называется, что здесь в Риме ром делают. — Ничего я не говорила! Врешь ты все! — рассердилась Глафира Семеновна. — Говорили-говорили. В вагоне говорили, — подтвердил Конурин. — Нет. Римского-то ромцу куда бы лучше выпить. — Пейте, что подано. — Да не наваливайтесь очень на вино-то. Ведь папу едем после завтрака смотреть. — А папу-то, видать, урезавши муху, еще приятнее. — А урежете муху? Так я никуда с вами не поеду. Отправлюсь в гостиницу и буду спать. Я целую ночь из-за бандитов в вагоне не спала. — Сократим тебя, барынька, сократим! — кивнул ей Конурин и взялся за бутылку. Завтрак был подан на славу, и, главное, стоил дешево. Дешевизна римских ресторанов резко сказалась перед Ницкими, что Конурину и Николаю Ивановичу очень понравилось. За франк данный на чай слуга низко поклонился и назвал Николая Ивановича даже «Эчеленцей». — Смотри, какой благодарный гарсон-то! Даже превосходительством тебя назвал! — заметила мужу Глафира Семеновна. — У того лицо так и просияло! Да что ты! — удивился он. — А то как же! Он сказал «Эчеленца». А «Эчеленца» значит, я ведь прочла в книге-то, «превосходительство». — Тогда надо будет выпить шампанского, еще ему дать на чай, сеньор Боттега, и си! — Ничего не надо! Не позволь я больше пить! Мы идем папу смотреть! — Ну, тогда я так ему дам еще франковик! Надо поощрять учтивость! А то в Ницце сколько денег просеяли, и никто нас даже благородием не назвал! Гарсон! Вот вуаля! Анкор! — Николай Иванович бросил франк. Прибавил еще полфранка и канурин. — На макароны! Вив, тальянцы! — похлопал он по плечу слугу. — За такую подачку! Слуга до самого выхода проводил их, кланяясь, и раз пять пускал в ход то «Эчеленцу», то «Экселенс». Сели опять в коляску. Канурин и Николай Иванович кряхтели. — Макаронами, обильно поданными и очень вкусными, они наелись до отвалу! — Что-то жена моя голубушка делает теперь. Чувствует ли, что я папу римскую еду смотреть? — вздыхал канурин и прибавил. — Поди тоже только что пообедала, и чай пить собирается. Извозчик обернулся к седокам и спрашивал, куда ехать. — Воор-лю-пап! Пап! Папа! — отдавала приказ Глафира Семеновна. — Кампрыне? Понял! Кампрына-то? Папа! — А, ле-ватикан! — протянул извозчик. — Си, мадам! Пришлось ехать долго. Конурин зевал. — Однако папа-то совсем у черта на куличках живет, — сказал он. — Видишь, куда его занесло? Вот и мутный Тибр с его серой неприглядной набережной. Вот и знаменитый мост Ангела с массой древних изваяний. Переехали мост, миновали несколько зданий и выехали на площадь Святого Петра. Вдали величественно возвышался собор Святого Петра. — Базилика де Петро ин Ватикано! — торжественно воскликнул извозчик, протягивая бич по направлению к собору. — Вот он! Вот собор Святого Петра! Я его сейчас же по картинке узнала! — проговорила Глафира Семеновна. — Надо, господа, зайти и посмотреть хорошенько! — обратилась она к мужчинам. — Еще б не зайти! Надо зайти! — откликнулся Николай Иванович. — Только после макарон-то маршировать теперь трудновато. Сон так и клонит! — Пусть у нас прежде к папе ту римскую везет! — сказал Конурин. — Сеньор извозчик, ты к папе нас! Прямо к папе! Папа! — Да ведь к папе же он нас и везет! — Папа рядом с собором живет! — отвечала Глафира Семеновна. — Коше! Уэлью пале пап! — Вуаля! Сальвотикан! — указал извозчик направо от собора. — Вот дворец папы! Направо! Вид был величественный! Подъезжали к самой паперти собора, раскинутой на огромном пространстве. Паперть, впрочем, была грязна. По ступенькам валялись апельсинные корки, лоскутья газетной бумаги, из расщелин ступени росла трава. На паперти и вдали между колонн стояли и шмыгали монахи в черных и коричневых одеждах, в шляпах с широкими полями или в капюшонах. Как около Колизея, так и здесь, на Ивановых и Наканурина накинулись проводники. Здесь проводников была уже целая толпа. Они совали им альбомы с видами собора и бормотали, кто на ломаном французском, кто на ломаном немецком языках. Слышалась даже исковерканная английская речь. Услуги предлагались со всех сторон. — Брысь, брысь, ничего нам не надо! — отмахивался от них Николай Иванович по-русски, восходя по ступеням паперти, но проводники все-таки не отставали от них. Иванова и Конурин направились в двери, собора. Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать.